Привет, друзья! Вы смотрите канал о скетчинге Стародро. Меня зовут Стас. И сегодня будем подводить итоги конкурса со стикерами. Короче, давайте поотвечаем на ваши вопросы и на комментарии. Итак, начнем с самого начала. Так, что у нас там? Вопрос такой. Для чего вообще нужен скетчинг? Итак, скетчинг это отрисовка картинок в эскизном стиле. То есть, скетч это такой набросок. Так, для чего он нужен? Ну, как один из вариантов, нужен для создания видеопродукции. Требуется для создания раскадровок, для рекламных роликов, для музыкальных клипов, для широкоформатных фильмов. То есть, это отрисовка буквально каждого кадра фильма. Это как один из вариантов. Так. Дальше, что у нас там? Денис Горчаков. Доброго времени суток. Как относишься к использованию белых гелевых ручек в скетчинге? И как правильно использовать подобный материал? Как работать с рефлексами? И нужно ли это? Как правильно строить композицию на листе? Например, для комикса или манги? Заранее спасибо. Денис, и тебе тоже доброго времени суток. Что касается гелевых ручек белых, Лично я их не использую, однако есть хорошие примеры. Я видел, когда их использовали и профессиональные дизайнеры, особенно для создания концепт-артов автомобилей, каких-то промышленных предметов. Короче, там, где требуется передать блеск пластика, какого-то металла. Лично я в своих работах часто использую белый пастельный карандаш. Он дает очень мягкий такой блик, при необходимости можно провести еще 2-3 штриха и добиться того, чего нужно. Поэтому я рекомендую использовать белые карандаши. Гельки я не пробую. Так, как работать с рефлексами? Ну, конечно, рефлекс передает реалистичность того или иного предмета, поэтому, конечно, нужно... Как правильно строить композицию на листе? Ну, вообще, для манки, для комиксов много очень интересных книжек, поэтому скачай, посмотри, там тебе конкретно будут даны рекомендации по построению композиций. Как компоновать фигуру человека, как, к примеру, группу из нескольких людей закомпоновать, чтобы, если ты не полностью фигуру помещаешь на листе, чтобы ты там руку не отрезал и ногу не отрезал, короче, там, где не нужно. Это все по книжкам. Можно всему этому научиться. Так, Мария Кузьмина. Очень нравится, как ты рисуешь. Спасибо, Мария. Не, ну, серьезно, не каждый художник так может. Продолжай в том же духе и побольше «Свездных войн». По скриптам я фанатка. Ну, стараемся. Я тоже люблю «Свездные войны». Так что, спасибо, Мария. Дальше. Как научиться правильно отличать оттенки цветов? Что думаешь о теории? Нужно работать от 10 тысяч часов, чтобы стать мастером своего дела. Как научиться правильно отличать оттенки цветов? Ну, а как их отличать? Чем больше ты наблюдаешь... Да как тут отличать? Работай с разными оттенками, ты научишься в любом случае их отличать. Ничего тут сложного нет. Как нужно учиться дополнительно, даже не знаю. Что думаешь о теории? Нужно ли работать 10 тысяч часов? Наверное, я склонен согласиться с этим утверждением Так, дальше Киса Валентайн Здравствуйте, Стас Здравствуйте Как-то искал уроки по рисованию Уже расстроилась, что нет хороших видео И вот я нашла ваш канал Посмотрев первые видео на канале, они мне очень понравились Я решил подписаться на канал Замечательно Посмотрев еще пару видео, у меня появилось настолько сильное вдохновение и мотивация Что я сразу Читать дальше Пошла за своим скетчбуком Вдохновившись именно вашим видео Я решила нарисовать портрет своей подруги И эта мотивация, которую я получила при просмотре видео Помогла нарисовать мне еще один Нарисовать мне один из самых лучших рисунков за все время Может Отзыв получился очень длинным Но я хочу сказать вам большое спасибо За ваши уроки, советы, труды, старания, мотивации Полученное вдохновением Ну вот это комментарий Ради такого мы и работаем Также хотелось бы добавить, что у вас очень хорошее качество видео и полезный контент Желаю вам многое вдохновения, творческого успеха И очень много подписчиков на канале Спасибо, Киса Очень приятно слышать такие комментарии, отзывы Потому что одно дело ты рисуешь сам, а другое дело, когда ты рисуешь Кого-то вдохновляешь, кого-то мотивируешь Как-то поднимаешь настроение Короче, это очень приятно Спасибо Вот такие комментарии, они и меня вдохновляют Так, дальше от Настик Грег Стас, каково это быть знакомым с Антониной Флимп? Как будто Чего-то недоговариваете Антонина Флимп? Да ничего, все нормально Я много с ним знаком Что такое скетчинг и С чего начать? Да начать как раз таки с определения, что такое скетчинг и для чего он вам нужен Почему вы хотите рисовать именно в эскизном стиле Почему не, не знаю, не гуашью или не писать маслом, как это делают такие более консервативные художники Какие материалы? Ну, ребята, что касается материалов, с чего начать? Это все уже было в моих видео, поэтому смотрите Я на это уже давал неоднократно разного рода ответы Любишь Звездные войны? Да, люблю Звездные войны Что такое, по твоему мнению, визуальная библиотека? Так, вот это уже интересно Визуальная библиотека это Такие образы в вашей голове, которые вы Не просто запомнили Это своего рода такие шаблоны, которые вы запросто можете включить в свою композицию То есть то, что вы прогнали через свое восприятие, через свою память Через свой глаз, через анализ То есть вы, ну, к примеру, у вас хорошая визуальная библиотека касательно фигур людей Вы не просто можете нарисовать какого-то отдельного человека Вы можете нарисовать человека в определенной ситуации Вы можете вписать его в композицию Вы можете добавить им и обогатить композицию городского пейзажа, к примеру То есть это то, что вы уже прогнали через себя И можете все это как-то трансформировать Это не какие-то вот болванки такие, которые вы толком не понимаете, что с ними делать Это то, что вы уже прочувствовали, сумели там один-два раза передать И все это дело обогащает вашу визуальную библиотеку Короче, она состоит из вот таких вот отработанных вами образов Стоит ли купить маркеры с Алиэкспресс? Наверное, стоит лично я обхожусь нашими российскими, скажем так, интернет-магазинами Где широкий выбор товаров И с Алиэкспресс я ничего пока не заказывал Поэтому попробовать, наверное, стоит Я, конечно, понимаю, что эти вопросы не суперинтересны Но я очень хочу, ну я очень-очень что-то дальше читать Хочу выиграть, выиграть их именно от тебя Ну, спасибо Хотя вопрос хороший Так, Мари и я Так, что пишут? А как подобрать нужный материал, акварель или карандаши? Да как подобрать? Смотря, чего вы хотите добиться Если вам нравится рисовать акварелью, то зачем вам карандаши? Если вы не знаете, с чего начать, начните с акварели Потом карандаши возьмите Стоит ли покупать с китайских сайтов? С китайских сайтов? И со сколько лет учиться рисовать? Интересный вопрос, потому что Учиться рисовать? Лично я рисую столько, сколько себя помню Так, простите Что еще? Со скольки лет? Да, со скольки Как только у вас появилось желание рисовать, начинайте учиться Не важно, сколько вам лет Сколько лет с нуля нужно рисовать, чтобы было хорошо? Сколько лет с нуля? Забавный вопрос А для 11-12 лет нормально рисовать и сколько учиться? Продолжение Нужно ли учиться в художке? Вы учились в художке Очень интересно узнать твой ответ Обожаю скетчинг Вот что касается художки Да, я всем рекомендую У кого есть возможность Вы проживаете в городе, где есть художка И если вы еще молоды хотите Пойти туда, не знаете ходить, не ходить Ходите однозначно, если вы хотите Чтобы ваш ребенок занимался творчеством Тоже отдавайте в художественную школу И это будет только на пользу Потому что это не только рисование Это общение со сверстниками Это коллективные мероприятия То есть обмен опытом, знаниями Короче, это все только на пользу Для 11-12 лет Ребенок 11-12 лет Он должен, по мне, как раз таки Ходить в художку И за студию, где классическим образом подходят к рисованию То есть это никакой не скетчинг Скетчинг это как, не знаю, как Математический анализ По сравнению с простым рисованием С арифметикой Поэтому сначала нужно походить в художку Порисовать кувшинчики, постановки Полепить что-то Позаниматься, может, какими-нибудь там Оригами Ну, что там еще в художке есть Короче, поизучать истории искусства А к скетчингу нужно Нужно, скажем так, подготовиться То есть это штука такая, которая Требует еще большого анализа А не просто рисовальных навыков Так что Отдавайте детей в художку Сами хотите в художку, если вы еще молоды Поэтому я только за художку Так, дальше Монат От Монат Ну, попробовал интересные вопросы Доброго времени суток Доброго и вам тоже Какие лучше всего использовать Размеры линеров в рисовании? Лучше ли использовать более близкие по размеру Допустим, 0.1 и 0.3 миллиметра Или Или наоборот 0.05 и 0.04 Или же в каких работах выгоднее То или иное сочетание Портрет Или же пейзаж, например Ну, я вам так скажу, что Толщина обводки То есть контурной линии Она должна быть самоштабна Самому рисунку Чем крупнее рисунок Тем крупнее, собственно, и Контурная линия Какие сочетания Тут решат лично вам Если вы рисуете миниатюру Какую-то небольшую работу По размеру с открытку Где мелкие детали Конечно, там и толщина линии Соответственно, достаточно такая Маленькая А если у вас Хороший формат А3, А4 То Берите побольше Портрет Или же пейзаж Да тут зависит от стилистики От манеры рисования То есть Тут очень много разных факторов Которые Могут определять То или иное использование Поэтому Пробуйте Смотрите Что вам больше понравится То и Используйте Каких-то конкретных рецептов Здесь нет И как можно контролировать Растекаемость маркера Если вообще возможно Растекаемость маркера Но есть маркеры Которые сочатся Особенно на Тонкой бумаге Контролировать их Ну, как контролировать Допустим Можно Подождать Пока с него Эта жижа вытечет Если она прямо сочится А потом он будет рисовать нормально Если же такого не получается То маркер Конечно Хотя нет Я думаю Что все-таки Вот эта текучка Она пройдет И вы будете Ими работать нормально А контролировать Ну, как контролировать Просто подождите Пока он Приблетет Нормальное состояние Тогда им работайте И можно ли Как-то Уже исправить Противший маркер Ну, вот я сказал То есть Что Стекла с него Вовсе Это ерунда Так По скриптам Простите Если есть ошибки Печатки Да, ничего Это нормальное явление Так Вопрос от Влада Стас С каких лет Ты начал 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 рисовать скетчи Да с каких лет Наверное Как поступил В архитектурный институт Так и начал рисовать Только я еще Слово скетч не знал Ну, вот с тех лет Так Дальше Вопрос от Кэт Кэт С каких материалов Стоит начинать И стоит ли покупать Дорогие материалы Или можно Пойтись товарами Подешевле Ребят Ну, смотрите Мои предыдущие Видеосюжеты О бюджетных материалах О том С чего можно начинать Начинать можно Вообще И стоит Начинать С чего угодно Если вы Смотрите По сумме бюджета И Допустим Рассчитываете на одно То с этого и начинаете Стоит ли покупать Дорогие Или можно Обойтись товарами Подешевле Да можно и торгие Купить Можно обойтись И подешевле Тут все От вас зависит Нет никаких Конкретных Таблеток Так Дальше Ержан Султан Галиев Так Смотреть на чужую Работу Это хорошо Или плохо Вот это Интересный вопрос Одни говорят Что чужие работы Служат материалом Вдохновения Непременно А другие говорят Что не надо Смотреть на чужие работы Чтобы не завидовать И самостоятельно Развиваться Вопрос Скорее такой Знаете Философский Одни говорят То Другие говорят Другое Это визуальное искусство И сюжет И сюжет И технику И технику исполнения И какие-то Нюансы Моменты Поэтому Я только за то Чтобы наблюдать За другими Художниками Как можно больше Смотреть И вдохновение Получать И Заимствовать Фишки Техники Короче Я считаю Что люди Которые утверждают Что На чужой работе Завидовать Это что-то Чего-то не то Ну Кто-то Может быть И завидует Лично я никому не завидую Так И Самостоятельно Развиваться Это тоже не помешает Хороший Интересный вопрос Так Вопрос От Владислава Я люблю рисовать Дудлинг Круто Интересно Так Предпоследний вопрос Проект Проект Номер 5 Длинный Ник Поэтому Только Назвать Только Первое слово Проект Стас Что ты думаешь О работе Маркерами Можно ли Ими рисовать Как акварелью То есть Живописно И при этом Просто И по форме Живописно Можно Как акварелью Нет Это Разные Материалы Каким Можно рисовать Как акварелью Даже Акварельные Маркеры Они не сравнятся С акварелью Так Дальше По форме Ну Да Конечно Можно И Про Маркеры Копик Стоят ли Они тех денег Которые За них Требуют Спасибо Маркеры Копик Несомненно Превосходные Маркеры Это бренд Это очень дорогой Бренд Который Достаточно С большой Историей Маркеры Копик Знают На всей Планете Ими Пользуются И Дизайнеры Разных Направлений И художники И архитекторы Короче Раскрученный Бренд Соответственно Он стоит Тех денег Которые Которые Он стоит Стоит ли Он того Я не Маркетолог Бизнесмен Не произвожу Маркеры Поэтому Не могу Судить Он стоит Столько Сколько Стоит И только Вам решать Покупать Или не Покупать Вот Но Работать Маркерами Копик Одно Удовольствие Так И Последний Вопрос Так Тоже Длинный Надо Раскрыть Вопрос От Биор Рон Арт Канал Определенно Хорош Спасибо Много Информации Годной Которую Не всегда Легко Найти А самому Нужно Не одни Грабли Сломать Чтобы Придумать Ну Вообще То Да Русскоязычного Контента Который Я выпускаю Вы не найдете Просто не найдете Даже если будете Очень долго Грабли ломать Потому что Я в своих уроках Даю не просто То что там Подсмотрел Антонины Флин К примеру Или еще у кого-то То что я сейчас Выпускаю Это результат Неоднолетней Скажем Работы По изучению Книжек По прочтению Книжек Причем Только Англоязычных Потому что у нас Такого просто нет Поэтому Если что-то Вы похожее Можете найти Это только В Скажем На каналах Онлайн-школ Которые дают Небольшой Такой Знакомительный Материал С остальной Платите Денежки Потому что Все Больше Предоставляется В их Платных Курсах Что Вполне Логично Разумно И понятно Допустим Посмотреть Что-то В англоязычном Ютюбе Пожалуйста Найдете Но Русскоязычного Аналогов Русскоязычные Аналоги Моего Творчества Ничего Не найдете Но Есть Пара Вопросов Которые Не Ставляют Непокоя Ну Что Вопросы Что Лучше Рисовать Чтобы Набить Руку Академ Рисунок Это Обязательно Или Или Можно Не Увлекаться Этим И Как Лучше Всего Изучать Понять Цветоведение Начнем С Первого Вопроса Что Лучше Рисовать Чтобы Набить Руку Ну А Что Вы Хотите Уметь Рисовать И Что Вы Хотите Научиться Рисовать Я Советую Начинать Рисовать Все Что Вокруг Вас Рисовать Город Рисовать Перспективу Улиц Рисовать Пейзажи Морские Пейзажи Если Вы На Отдых Находитесь Вы На Курорте Где-то В Поездке Рисуйте Городские Сцены Интерьеры Кафе Рисуйте Проходящих Людей Мимо Вас Рисуйте Животных Рисуйте Цветы Если Сидите Дома И Можете Нарисовать Своё Рабочее Место Короче Как Только Вы Будете Рисовать Абсолютно Разные Ситуации Которые Вокруг У Вы Вообще Наблюдайте Вы Уже Будете Чему-то Предпочтение Отдавать Чему-то Отдавать Предпочтение Может Вам Академический Рисунок С их Обрубовочными Головами Носами Пятками Глазами Головами Венеры Германика Просто И не Нужны Будут Академический Рисунок Это Для Академических Рисовальщиков Которые Занимаются В Художественных Училищах Которые Осваивают Профессии Художественные Архитектурные То есть Там Это Нужно А Для Рисования Скажем Большому Числу Людей Таких Как Городские Рисовальщики Есть Очень Такое Большое Сообщество Англоязычное Городские Рисовальщики То есть Люди Которые Абсолютно Из разных Областей Люди Разных Профессий Они Рисуют Для себя В удовольствии Рисуют Где бы Они Были Что Бо Они Рисовали Все Все Что Они Не Видят Они Рисуют Поэтому Для Них К примеру Если Вы хотите Так Как Они Рисовать То Абсолютно Не Нужны Вам Академический Рисунок Он Просто Не Нужен Так Что Вот Такие Вот А Тут Еще Про Как Лучше Всего Изучить Понять Световедение Как Лучше Всего Лучше Всего Сочетать Теорию Практику Наберите Там Пару Учебников Но опять же Учебников Таких Не Академических А скорее Более Таких Более Простых Написанных Для широкого Округа Людей И Изучайте Рисуйте Консультируйтесь Найдите Человека Который Даст Вам Консультации По Применению Цвета Там Или Каком-то Конкретном Случа Поэтому Теория Практики Главное Чтобы Вы изучали Теорию И тут же Отрабатывали На практике Итак Что же Какой же Мне вопрос Или комментарий Больше всего Понравился Наверное Я отдам Предпочтение Комментарию Кисы Валентайн Которая Вдохновила Меня своим Комментарием И Я думаю Это Абсолютно Искреннее Такое Пожелание И Комментарий Потому что Мы часто Сталкиваемся С тем Что люди Выражают Свои отношения К нашему Творчеству Что Отзываются О том Как Наши Наши Видео Наши Какие-то Мысли Озвученные Показанные Мотивируют Других Людей Короче Киса Валентайн Вот Эти Стикеры С моими Артами Отправляются Тебе Поэтому Ты напиши Либо в комментарии Или лучше По В описании Видео Там есть Ссылки На мою группу Вконтакте Или даже Мне в личку Напиши Напиши Пожалуйста Свой адрес Почтовый То есть Это фамилия Имя Отчество Ну и адрес Индекс Тоже Индекс Напиши И вот эти Вот Прикольные Арты Со Звездными Войнами Отправляются Отправляются Тебе Использование Линеров Такие Часто Технические Короче Может быть Я на некоторые Из этих вопросов Дам Более Расвернутые Ответы В моих Последующих Видео Кстати Напомню Что Приложение Которое Называется Скетчинг Рисование Уже Находится В гугле Уже Модераторы Там все Это Дело Проверяют Короче Скоро Это Приложение Выходит Наконец На Android Совершенно Бесплатное С уроками С сюжетами Для копирования Плюс Там еще Большая Галерея Примеров Моих Работ И Это Скоро Ждет Вас Абсолютно Бесплатно Вы Будете Смотреть Надеюсь Будете Смотреть И Учиться Потому Что В этих Уроках Я собрал Очень Много Материала Советов Таких Фишек Которые Действительно Будут Не просто Вам Показывать Примеры Рисования А Объяснять Почему 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 Так И Сейчас Я активно Работаю Над Проектом Городской Скетчинг Это Будет Курс Платный Короче Сейчас Плотным Занимаюсь И Всем Своим Фанатам Скажем Скоро Его Выпущу На рынок На этом Все Подписывайтесь На канал Старт Дроин Чтобы узнать Больше техники Скетчинга Еще раз Благодарю За Ваши Вопросы Комментарии Пожелания Ваше мнение До следующего Видео С вами был Стас Пока